Все эти довольно интересные предметы оказались в одном месте самыми разными способами. Одни прибыли из других стран, другие были найдены на чердаках брещан. Многие из экспонатов по сей день являются неотъемлемой частью интерьера. Все потому, что дороги сердцу, потому что имеют свою богатую историю. Коллекция, представленная в Брестской и научно-технической библиотеке, поражала количеством редких изделий, более ста источников света, каждый из которых уникален по-своему. Карманные фонарики, курсовые фонари, гильзы коптилки, керосинки рукогреки и это только часть экспозиции. С каждым из предметов организаторы выставки знакомили гостей. Такой экскурс в историю был полезен. Если молодому поколению и знакомы лампы-хамелеоны, которые по-прежнему хранят бабушки и дедушки, если молодежь помнит из детства статуэтки-ночники, то экспонаты, например, выполненные по заказу русской императорской семьи или керосиновые светильники военного времени, благодаря выставке, увидели впервые. Здесь представлен каретный фонарик. Естественно, транспорт мог перемещаться не только в светлое время суток, для того, чтобы почтовые отправления вовремя доходили, нужно было ездить и по ночам. На карету устанавливалось два фонаря. Это у нас представлен правой, потому что здесь центральное есть стекло и боковое одно для освещения одной стороны дороги, то есть такая вот своеобразная фара. Он работал на карбите, то есть карбит, вода, выделялся газ, ацетилен, зажигалось и, в принципе, запаса в емкости хватало для того, чтобы преодолеть путь от одной почтовой станции до другой. Этот экспонат попал на выставку из далеких 1920-х, но и это лишь один из любопытнейших предметов истории. Уличный фонарь от польского производителя. На нем номер дома и улица. Отличную идею и сегодня могли бы позаимствовать современные изготовители светильников. Крепился к стене дома и владельцы каждый вечер должны были открывать, ставить сюда либо свечку, либо какую-нибудь керосинку, либо карбитный фонарь для освещения своего номера. Предметами интерьера собственного дома с удовольствием поделилась Анна Ковалева. Женщина хранит светильники разных лет. Некоторые самостоятельно отреставрировала, другие остались в первозданном виде. Если вы посмотрите на этот абажур, то получается уже лампа в стиле сталинского ампира, а на самом деле там уже вставлена лампа энергосберогающая розового цвета, то есть сочетание современности и старины – это очень достаточно интересно. Может быть, этой выставкой мы и хотим показать именно то, что на сегодняшний день можно вписать в свой интерьер не только, допустим, в хай-тек, как я говорю, стекло, бетон и какой-то пластик. Да, это сейчас модно, но иногда, если мы даже просто это стекло, бетон и этот хай-тек разбавим каким-то таким маленьким легким этажным антуражем, то это будет достаточно приятно, тепло и уютно сразу становится в доме. Для того, чтобы гости смогли проанализировать, насколько далеко шагнуло человечество вперед, организаторы представили публике и новинку – ультрасовременный образец от популярного производителя. История света вчерашним каким-то днем, прошлым веком, она не заканчивается. История света, освещение, она продолжается во времени, завтра появятся новые какие-то идеи, новые, может быть, источники света, новые энергосберегающие какие-то технологии, новые материалы и так далее. У нас в Бресте есть молодая дизайнерская компания, и вот представлен светильник в одном экземпляре, который представляет именно современный подход к предметам освещения. Сегодня мы не используем керосин или карбид для освещения, едва ли в будние дни зажигаем свечи. А ведь это часть быта наших предков. Эту страницу истории попытались воссоздать организаторы экспозиции. Отзывчивым брещанам готовы поделиться личными предметами, они всегда рады. Коллекционеры убеждены, идею поддержит немало горожан.